МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рецепты старого тифлиса. Грузинская кухня является чуть ли не одной из самых главных достопримечательностей этой страны. Ведь классическое застолье стало нематериальным национальным достоянием. И дабы соответствовать этому высокому званию, грузины очень сильно постарались. Они сделали свою кухню изысканной, утонченной, незабываемой и очень-очень-очень вкусной. Ведь грузинская кухня объединяет в себе рецепты стран Закавказья, Азии и Причерноморья. Грузинскую кухню условно можно разделить на рецепты Западной Грузии и Восточной Грузии. В столице Тбилиси тифлис по-старому. Вы найдете блюда на любой вкус. Ведь именно здесь, в Тифлисе, они доводились до совершенства в усладу царей и многочисленных гостей. Чанахи, хинкали, хачапури. Рецепты этих классических блюд вы без проблем найдете в интернете. А что вы слышали о хинкали из мяса осетра? Или, может быть, пробовали грузинскую уху и сама с тархуном? Уверен, что вы даже пирога никогда не видели грузинского с лососем и сванской солью. Вот именно об этих древних секретных рецептах грузинской кулинарии мы вам и расскажем в программе «Рецепты старого тифлиса». Старый тифлис гармонично перешел в Новой Тбилиси, бережно передав потомкам свои предания и легенды, которыми из древней славится столица страны Святого Георгия, прошедшая сложную многовековую историю. Но какие бы перипетии ни происходили в жизни грузинского народа, он всегда остается радушным и гостеприимным хозяином, готовый встретить и вкусно накормить каждого, кто переступил порог его дома. И вот уже на растопку в печь отправляется настоящая виноградная лоза, которая хорошо горит и медленно тлеет, придавая при этом вашим блюдам в процессе их приготовления едва уловимый аппетитный аромат винограда. На дворе весна, и традиционно грузины в этот период едят сезонные блюда. Вот и мы сегодня будем есть блюдо с сезонной весенней травой, которая называется тархун. Ну, вам наверняка тархун знаком по лимонаду, но поверьте мне, тархун в грузинской кулинарии имеет гораздо более широкое применение. И в доказательство этому я приготовлю сегодня грузинскую уху из сама с травой тархун. Как раз у нас смеркается, ребята немножко продрогли, все-таки ранняя весна, самое пора идти готовить уху. Для сегодняшнего сезонного блюда нам понадобится, кроме мяса сама, такая интересная трава, которая называется тархун. Она расцветает где-то в конце месяца марта, и все грузины в это время начинают готовить традиционные блюда, основой которой является трава тархун. Нам нужна кастрюля, нам нужно мясо, рыбы. Мы ее режем на порционные кусочки. Я попытаюсь сделать это максимально быстро. Рыбы нам понадобится приблизительно грамм 400-полкило, не больше. Сомиков я предпочитаю некрупных. У них мясо упругое, а не рыхлое, как у их взрослых товарищей. Сейчас мы все это великолепие нарежем на порционные куски, поместим в кастрюлю и приступим к другим ингредиентам. В приготовлении этого блюда есть несколько секретных моментов, и я, конечно же, вам об этом расскажу. Когда мы уложили рыбу ровным слоем на дно нашей кастрюли, мы обязательно должны следующим уровнем выложить пучок тархуны, который мы сейчас мелко нарежем, пучок зеленого лука, который мы тоже мелко нарежем, и совсем небольшое количество кинзы. Это зеленое великолепие. Мы должны мелко-мелко накрошить, аккуратненько уложить слоем поверх рыбы. Затем я вам расскажу об еще одном секретном ингредиенте. Затем мы должны все это залить немножечко белым сухим вином. Сверху еще один слой рыбы, еще один слой зелени, и все это потом уже отправится у нас на угли. Ну что, шинкуем нашу зелень. Спешить не надо. Ничего в спешке хорошего не получается. Потом мы ее разделим на две части, потому что у нас блюдо должно получиться слоеное. Ну вот, давайте-ка на глаз я половинку отстраню, а вот эту половинку мы равномерно распределим на дно нашей кастрюльки. Обязательно в дело идет кислая грузинская подлива, которая называется ткемали. Вы можете купить ее как в супермаркетах, так и на рынке. Нам понадобится где-то в районе 100-150 грамм. Половину мы сделаем сейчас, а вторую половину мы сделаем уже поверх второго слоя. Ну, где-то вот так вот сделали. Сейчас обязательно соли. Вот у нас соль крупного помола. Обязательно должны добавить черный молотый перец и совсем немножко красного молотого перца. Затем вторая порция рыбы, она должна пойти вторым слоем. Тоже выкладывается аккуратненько. И теперь ту же процедуру с зеленью, которую уже вторым слоем посыпем. Мы сейчас должны ту же процедуру сделать, которую сделали с первым слоем. Мы ее должны полить ткемали обязательно, потому что весь вкус и вся соль этой рыбы, этого блюда в сочетании кисло-сладко-свежих ее ингредиентов. Это тархун, который освежает, и ткемали, которая придает кислинку и остринку. Теперь точно так же немного соли, смесь черного перца и, конечно, красного. Немножко совсем. Завершающим аккордом является добавление грузинского сухого белого вина. Нам понадобится приблизительно 200 миллилитров, но мы должны его налить так аккуратно, чтобы все эти наши слои равномерно этим вином пропитались и, если можно так сказать, вся эта наша кулинарная конструкция не нарушилась. По борту аккуратненько добавляем вино. Оно придаст особую пикантность нашему блюду. При изготовлении этого блюда грузинские повара делятся на два лагеря. Одни говорят, что кроме белого вина больше ничего добавлять не надо, но по мне блюдо, которое будет только с вином, оно будет немножко терпким и отдавать винным привкусам. Поэтому я придерживаюсь второго фланга грузинских поваров, которые в это блюдо добавляют еще совсем немного ключевой воды. Так же очень осторожно, чтобы не разрушилась вся эта наша красота. Ну и все. Грузинская уха с тархуном и с саном готова идти на угли. Виноградная лоза прогорела. Наши угли готовы. И уха по-грузински и с санома с тархуном направляется на готовку. Каких-то 20 минут, и прекрасное блюдо и с санома с тархуном будет готово. Вот мои друзья уже жестикулируют в ожидании этого кулинарного шедевра. Играет музыка и с санома с тархуном 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 готово. Теперь самый ответственный момент. Дегустация. Да, кстати, в Грузии это блюдо продается комнатной температуры. Ну что, друзья? Ну что там? Угощайтесь. Я жду вашей критики. Ну, с видом пока что все нормально. Ну, я старался. По рынку. Да, заметьте, в Грузии подобные блюда не едят в глубоких тарелках. Едят их в классических. И просто сверху поливают густым соком. И еще один момент. Очень вкусно, когда вот в этот тархунный вкусный сок макается лаваш. Ведь так? Вот сейчас мы все это проверим. Давайте, давайте. Ну что, весеннее блюдо состоялось, друзья? Реально состоялось. Привкус тархуны шикарный. Реально вот чувствуется в блюде. Вот чего я и добивался. Друзья, я хочу поднять один тост за весну, за пробуждение природы и, конечно же, за начало рыболовного сезона. Самое радостное. Весеннее ухо состоялось. Мои друзья очень довольны. А мы с вами увидимся в следующей программе. Субтитры сделал DimaTorzok